Всех рады приветствовать. Доброе утро. Как меня видимо и слышно? Поставьте плюсик, пожалуйста. Илья, хорошо видимо и слышно? Замечательно. Сегодня мы поговорим и о комплексном уходе для мужчин. Чем отличается кожа мужская от женской? Отличие у нас есть, и очень даже большие. Пока я изучала эту тему, узнала очень много нового. Классно. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь сможет записать в нашу академию? Такая тема для мужчин. Мы первый раз такую тему взяли. Запишет кто-нибудь? Я так понимаю, никто не запишет, но продолжим. Как вы думаете, как ухаживают мужчины за своей кожей? Ну, кроме Миши, конечно, нашего. Как в основном россияне, российские мужчины ухаживают за своей кожей? Была проведена вопрос, изучение точных мыла. 70% мужчин умываются мылом. Спасибо. 90% мужчин российских используют косметику для себя, такую только как пену для бритья и бальзам после бритья. Ну, умываются мылом. Так что у нас непочатый вообще море вообще работает с мужчинами. Давайте поговорим о том, чем же мужская кожа правила. То есть, да, именно так. 90% мужчин. Чем же мужская кожа отличается от женской? Правит балом мужчин гормон тестостерона. Благодаря этому гормону, роговой слой кожи, то есть их дерма, гораздо плотнее, толще, чем у женщин. Также это помогает им, как бы защищает их, да, от всего извинения, от всяких диагон, и в то же время помогает удерживать влагу кожи. В то же время у них волокна коллагена гораздо плотнее, чем у женщин. И поэтому морщины у них появляются позже. То есть, если женщинам нужно начинать ухаживать уже в лет 20-25, уже появляются признаки старения, то у мужчин признаки старения появляются где-то после 35 лет. но при этом, да, вроде бы, живи и радуйся, как классно у мужчин всю природу придумал. Но на самом деле гормон тестостерона также способствует тому, что у мужчин очень обильное салоотделение и потоотделение. Ну, соответственно, благодаря этому могут быть воспаления, угрюм, прыщики. И это же, благодаря этому же, да, ордовейши, мёртвые клеточки плохо очень отшелушиваются с мужской кожей. Поэтому ухаживать за кожей мужчинам тоже необходимо. Также, как и женщинам. Если мужчина не будет ухаживать за своей кожей, у него, возможно, серый цвет лица. Видели, наверное, да, таких мужчин? Серым цветом лица, обезбоженной кожей, плюс воспалительный акцесс на коже. Но использовать нужно обязательно мужскую серию, не женскую. В связи с чем? В связи с тем, что в мужскую серию добавлены специальные разрыхлители. Кожа очень плотная, чтобы тщательно умыть кожу или напитать, увлажнить кожу. Необходимо её разрыхлить. И вот эти специальные средства содержатся и добавляют специальную мужскую серию. И тогда полезные вещества, соответственно, хорошо работают на мужской коже. Нужно обязательно подбирать по возрасту, так же, как и женщинам, подбирать по возрасту косметика. Но у мужчин чуть проще с этим, да, какие основные категории? Это подростковая кожа, где-то до 20 лет, когда гормон тестостерона просто зашкаливает, да, в связи с этим салоотделение также очень сильное. И гриб, рыщи у мальчиков гораздо больше, чем у девочек. Мальчикам необходимо ухаживать за своей кожей тщательно, да, с помощью, ну, вот у нас, например, серия замечательная есть для этого возраста, курский. Ежедневно необходимо умываться с помощью геля, очищать лосьончиком кожу и увлажнять кремом. У нас в серии курский использована Detect Technology. Что это такое? Это очищающий компонент с антибактериальными и северегулирующими свойствами. Плюс там же содержится салциллициловая кислота, которая обладает противомикробными свойствами. И очень хорошо использовать вот этот вот беленький, да, матирующий крем. Он содержит и Detect Technology, и матирующую пудру, то есть то, что препятствует салоотделению, и спирт. Обеззараживает. У меня, отлично, из этой серии вот такой вот есть, маленький, да, для прыщиков. С салициловой кислотой, это же Detect Technology. Это экспресс-гейт точечного воздействия. Очень-очень удобно для подсушивания прыщиков. Как только где-то появилось, красное пяточко, нанести на него и буквально там 5-10 минут уже подсушивать. Ну, можно повторить, если необходимо. Не выдавливать. Очень хорошая штука. Вот она у меня уже, ну вот она у меня уже прытая. Скоро, по идее, уже как бы ее надо выбросить, поменять, но она еще у меня не кончилась. Очень удобная штучка. Это можно использовать всем. Что же у нас происходит с кожей после 20 лет? После 20 лет также можно начинать и мужчины, и ухаживать за собой. Те мужчины, которые хотят хорошо выглядеть, то необходимо, конечно, умываться. Умываться однозначно не мыло. Видели, наверное, у мужчин очень часто, у мужчин, например, очень часто заметно, что умываются. Вроде не умывается, но при учете, что пеной, да, бреется, вот пересушенная кожа, вот на этих вот местах уже, стонченная. Поэтому лучше использовать средства для умывания. Вот сейчас в каталоге представлены у нас средства для умывания и скраб, два в одном. Кстати, у нас очень замечательная серия Норд, она полностью закрывает все потребности мужской кожи в уходе, особенно не возрастной, а просто ухаживающей, ежедневной, необходимой для молодой кожи в особенности, да. Очень удобные средства. Мужчины любят, да, такие вот многокомпонентные средства, чтобы не было много тюбиков, чтобы запоминать, чем пользоваться, да. Вот оно одно, то есть средства умывания и скраб. Содержится здесь комплекс шинши, минералы, да, что позволяет нам хорошо очищать кожу от зарезнения, ее не сушить, как мыло, да. Очень приятный запах в нашей серии Норд. Этот страф замечательно отшелушивает кожу, как раз то, с чем есть у мужчин проблемы, да. Коди помогают смягчать щетину для быстрого и комфорта бритья. У нас есть также и гель для умывания, да, в этом каталоге мы у нас не представим, но в принципе других каталогов вы можете увидеть. Есть гель для умывания для чувствительной кожи, у нас есть серия такая для чувствительной кожи серенькая. Тоже замечательная. То есть можно подобрать еще по коже мужчины, да, если кожа чувствительная, то есть серия, да, чувствительная кожа. да, маленькая. У нас появилась, да, в серии Норд замечательная, то есть ухаживающая серия, антивозрастная, да, это антивозрастная мужская крема для кожи вокруг глаз. есть интересные особенности у мужчин при старении. Почему нам нужно ухаживать без мышц у кожи, тоже начинать как можно раньше. Для чего это? У мужчин с годами тестостерон снижается. Почему тут, почему старение начинается после 35 лет примерно? В разнижении идет тестостерон. В связи с этим волокна, коллагена становятся менее подвижными. А кожа, поскольку плотные у мужчин, да, то, видели, наверное, появляются такие, как кожа складывается на карту. Вот так складывается, поэтому появляются очень глубокие и заметные видные морщины. Носолубные складки, складки между глаз, видите ли, да, на лбу. Вот в связи с этим, да, у нас появились даже в серии нор, то есть как бы есть у нас серия коллаген, которая как раз позволяет бороться с этими проблемами у мужчин, да, с морщин. Есть еще и в серии нор, антиэкспортной муческой крем для кожи вокруг глаз. Он крем-гель, как раз очень легко впитывается быстро, не жирная текстура, не дает никакого блеска, при этом увлажняет кожу век, а на ветвых у мужчин в связи с уменьшением пустосторона появляется отечность, синяки, также морщинки. В этом креме содержится еще витамин Е, кофеин, который как раз помогает противостоять стрессу, усталости, разгразывает мужчины и устраняет вот эту отечность темной крови под глазами. Видите, наверное, уже прочитали, да, что какой большой процент тех, кто пробовал эти, да, мужчины, то есть 79%, 76%, подтверждает эти свойства этого крема. Также появился в этой серии антивозрастной мужской крем для лица. Он такой же легкий, такой же нежирный, также крем-гель, очень быстро впитывается и не дает блеска, очень хорошо увлажняет кожу около 24 часов. Повышает укрытость кожи, повышает эластичность кожи, заметно сокращает морщины. Здесь защитный комплекс содержится, да, технология биоактива, аминьи, и также кофеин. Здесь вообще, то есть по исследованиям, да, целые 90% использующих, 97%, да, подтверждают эффективность использования этого крема. плюс также усиливает этот крем защитные свойства кожи. И очень имеет приятный круптовый аромат. Я его не нюхала, но когда прочитала, что он еще круптовый аромат имеет, это очень интересно. если у мужчины, сейчас, Анюточка, передам слово, если у мужчины чувствительная кожа, да, сухая чувствительная кожа, то нужно обязательно применять сыворотки, да, то, что как раз у нас есть в нашем средстве куклоген. Ты сама возьмешь и не следовать? Сама тогда не сама. Друзья, как меня слышно? Плюсики ставим? Отлично. Вообще, очень классная у нас тема сегодня. Позвольте для начала представиться, все время что-то забываю. Меня зовут Салим Ванна. Я один из лидеров проекта по совместительству тренер по продукции косметолог. Вот мы с Наташей уже вдвоем несколько раз так проводим тренинг. Она подготовила потрясающие слайды. Вообще, молодец, ролики. Я слайды буду видеть первый раз. И что я хочу сказать про мужскую серию, про мужчин. Ну, мне немножко хочется юмора добавить, я потому что не могу эту тему обойти просто так, рассказать факты. Ну, во-первых, уже, наверное, давно миновало то время, когда считалось нормальным мужчина, который не ухаживает за собой, его еще ну, как называли, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Да? То есть, такое выражение сейчас уже вообще не актуально. Поэтому современные представители сильного пола, они уже стараются не походить на приматов и уже за собой ухаживать. И сейчас очень много можно историй найти, у меня и жизни есть, я сейчас вам расскажу, когда мужчина стремится все-таки попробовать какие-то пузырьки, особенно если у женщины с кем вместе проживают, там, у жены девушки полон шкафчик, да, всяких каких-то интересных кремов. И очень часто, например, ну, вот, есть такая история, когда мужчина пользовался очень долгое время кремом для пяток, но он решил, что подойдет хорошо очень для лица. Или, например, один мужчина применял крем-депилятор, ну, просто я решил не читать, что это за средство, для смягчения волос на голове, ну, поплатился, конечно же, тем, что лишился своей шевелюры. У меня тоже есть такая история очень интересная, это у моей сестры ее мужчина, такой, знаете, брутальный мужик, работает на стройке, и его сестра постоянно гоняет, ну, что нужно там, иди помойся там лишний раз, ну, как обычно, возьми мочалку, это очень интересно наблюдать, я все время смеялась. И тут раз как-то мы сидели на кухне, выходит Женек, и от него пахнет малиной, прям, знаете, так вот, ну, несет прям малины. Как вы думаете, что у нас так хорошо в нашем ассортименте малиновый такой запах дает? Конечно же, это отшелушивающий гель для душа, но Женя, например, не знал, что это гель для душа, и на волосы его наносить нежелательно, потому что там есть такие вот скрабики, и он выходит такой недовольный, он говорит, ничего за, ну, я скажу без того, как он сказал, что за фигня у меня на волосах, я не могу вычесать, что это за шампуни такие пошли, ну, понимаете, он немножко другими словами говорил, но здесь цензура, не буду говорить, мы очень долго угорали, он ходил, вычесывал скрабинки из волос, а у него еще такие кудрявые волосы густые, поэтому к чему это все рассказывают, то, что сейчас мужчины, конечно же, следят за собой, есть мужчины, у которых все по полочкам, да, кто работает в косметических компаниях, они ухоженные, пользуются продукцией, все классно, да, как наши вот мужчины, а есть, которые только начинают пользоваться, ну, и я так скажу, что у меня тоже мой первый муж, он обычно, он как говорил, говорит, до тебя у меня было одно мыло, сейчас у меня косметики больше, чем вообще там у некоторых девчонок, ну, и как бы Дима у меня уже сейчас более продвинутый, у него больше косметики, но тоже сейчас с появлением меня появляется еще больше, и, кстати, мужчины с удовольствием любят пользоваться этой продукцией, и я люблю брать обратную связь, как понравилось, особенно, знаете, мужчины не любят так сильно расхваливать, как женщины, ой, там, какая хорошая там помадка, кремик, мы так вот пищим, рассказываем, а мужчины очень сухо отвечают, и поэтому по их сухому ответу очень многозначительно можно так вот понять, что продукт классный, поэтому моя тут тема, Наташа очень подробно рассказала о коже, почему за кожей мужской нужно ухаживать так же, как и за женской, да, есть у нее свои преимущества, но все равно уход, он продлевает молодость, и, а я расскажу про бритье, да, что-то мне еще нужно рассказать, бритье, оказывается, бриться тоже нужно уметь, потому что можно приблизить свои морщинки, старость, и лучше этого избежать, и можно мужчинам, по крайней мере, давать такие рекомендации, мы теперь будем знать, так как изучили эту тему, первое, нужно выбрать правильный станок, что значит правильный, тот, который, ну, во-первых, острый, хорошо сбревает все, во-вторых, он может быть с таким, как назвать, эффект, ну, плавающая головка, так назовем, чтобы максимально за одно проведение по щеке сбревалось максимальное количество волос, то есть не проводить несколько раз. Ага, Миша тут не пользуется. Вот, потому что, ну, бритье это такой ритуал, который травмирует кожу и очень повреждает, поэтому бриться с плохо заточенным лезвием вообще запрещается. и проводить по участку кожи несколько раз, то есть один раз должно быть проведение. Потому что, если несколько раз, вот представьте, такое сравнение, проводит мужчина по щеке, то это очень, процедуру можно сравнить с химическим пилингом. то есть такая прям конкретная процедура. И вместе с волосом сбревается вот часть как раз-таки эпидермиса. И убирается защитная гидролипидная пленка, вот мы про которую говорили, когда, как правильно принимать душ, да, в прошлый раз. То есть вот эта гидролипидная пленка, защищающая нашу кожу, она тоже смывается. Ну и естественно такая вот беззащитная кожа, она становится мишенью для бактерий. И вызывает вот эти вот раздражения, которые мужчинам неприятны. И что делают некоторые мужчины? Они используют одеколон. Вот одеколоном пользоваться нежелательно. Они так щедро сбрызгивают. Я вот помню наши дедушки, папы брали и наносили много одеколона, типа прижигали порезы, чтобы не было раздражения, не было вот этих вот микробов. Но спирт, который содержится в парфюме, он не обеззараживает, он просто сушит кожу и вызывает еще дополнительное раздражение. То есть, знаете, вот эту фишку рассказывайте своим мужчинам. И чтобы процесс бритья, как говорится, вызвал бурю восторга, нужно следовать определенной схеме. Вот прикол, да, мы учим мужчин, как бриться. Нас слушают Вова с Мишей скажут, вот дают. Ну, мы подготовились, немножко почитали, посмотрели, ну, и сами иногда используем, только в других участках. Что нужно сделать? Как я уже сказала, выбрать правильный станок, это мы уже обговорили. Второе, это нужно размягчить волосы на лице. Как это сделать? Распарить кожу, то есть можно после принятия душа бриться, можно просто умыться теплой водой, приложить к лицу горячее полотенце. Мне прям неудобно учить уже ученых. Лезвие станка тоже стоит несколько минут подержать под горячей водой. Я, кстати, вот то же самое делаю. Как раз это хорошие советы. Третье, что нужно сделать? Нанести пенку и брить волосы по ходу роста. Не нажимать сильно на станок и в каждом участке проводить только один раз. Удалить тщательно волосы и брить их по зонам. Ну, я думаю, мужчины знают зоны, но девчонкам будет интересно узнать, чтобы, может быть, научить кого-то, предложить, рекомендовать. Ну, вот, научить мужчин не надо, учить. Просто дать рекомендацию при грамотном подборе средств это будет очень профессионально. То есть щеки, как они бреются? От начала щетины к линии подбородку. То есть сверху вниз. Под подбородком в направлении от шеи к подбородку. А, да, побрить кого-то. Точно, Лиль, я что-то не подумала. Вдруг вот вам нужно будет кого-то побрить. Отбрить. Отбрить мы можем, поэтому вот очень полезный навык. Дальше, над губой. Это прижать передние зубы к этому участку. Станок направлять под небольшим углом. Ну, то есть представляете, как это делать? Мне просто забавная тема. Смешно, много разных колкостей у головы лезет. Ладно. Что дальше нужно сделать? Умыться прохладной водой и намазать лицо бальзамом после бритья или каким-то лосьоном, который свет сейчас поддержит. И главное, чтобы вот лосьон и бальзам после бритья не содержали спирта. Но я хочу вам, как сказать, у нас в компании Reflame как раз-таки есть потрясающие бальзамы, потрясающие пенки. Сейчас я вам тоже расскажу немножко. бальзамы, бывают еще кремы, которые есть как раз в нашей компании, которые замедляют рост волос. У нас есть такой крутой крем, кстати, далеко не в каждой компании есть такой крем, это наша уникальная такая фишка мужская. Потом, ну, подождать, когда бальзам впитается, протереть можно лосьоном, нанести дневной крем, то есть также мужчины наносят крем, лосьоны. Мне недавно, кстати, Оля Монгалиева расспрашивала про мужскую серию, там, молодой человек с удревой сыпью, вот он все возмущался, сколько нужно пользоваться, она мне пересылала сообщение, сколько нужно серии пользоваться, то есть по его мнению, что вот попользовался там неделю и все, и забыл, и дальше там умываешь, как хочу, делаешь, что хочу и угревая сыпь исчезнет, а нет, не так-то, не тут-то было, если молодой человек хочет нравиться девушкам, которые обращают внимание на лицо в этом возрасте, то нужно ухаживать каждый день. А, когда прощебрится одноразовым санкармом, о, видишь, фишку, точно, я про нее не подумала, это точно, чтобы не разносить, вообще нужно аккуратно бриться, когда угревая сыпь, потому что, ну, и выдавливать прыщи нельзя, потому что, когда вы выдавливаете, вот этот гной на соседние участки попадает, и прыщиков становится еще больше, лучше подсушить масочками какими-то с глиной. Так, Наташ, что, у меня еще слайды есть, там полистай, я рассказала про правильное бритье, как правильно бриться два раза в день, а, или, а, нет, Наташа, у тебя право листать слайды, уход за телом, у нас Катя расскажет, что ли мне рассказать. Уход за телом тоже очень интересная вещь. Отзовитесь, девочки, мальчики, ты гори, я горю, ну, тогда горю, сейчас вот. И, значит, про уход за телом, Наташа, наверное, куда-то отошла и забыла, что нужно перелеснуть слайд, а, нет, вот, о, пен для бритья, вот, я же говорю, там должны быть слайды еще, наши средства, у нас вообще есть потрясающие средства для бритья, друзья, вот эту вот фишку я знаю уже давно, если там про кремы, что-то вот, я не слышала про что-то новое, но наша пена, наши гель для бритья, они вообще очень классные. И вы знаете, что мужчинам просто так навязать какую-то идею, вдохновить, ну, не вдохновить, а вот именно сказать, что пояс, если такое классное, практически нереально. Они попробуют, будет эффект, они скажут честно, да, если не будет, скажут нет. Я вот классно так вот Диме подсунула наш гель для бритья. Он был уверен, что лучший гель для бритья какой-то фирмы, я даже не запомнила, ну, безумно дорогой какой-то, я не помню, сколько он стоит, ну, очень такой раскрученный бренд, дорогой, он говорит, вот лучший гель для бритья вот этой фирмы, остальное все фигня, у меня сушит кожу, у меня раздражение на все. Вот он говорил, говорил, но я же не люблю навязывать что-то, зачем я буду говорить, что наш, классный, все. И он потихоньку подсунула наш гель для бритья, он при том еще пользовался, попробовал в гостях там амвэй, говорит, нет, у меня все равно раздражение, я думаю, надо же, какой это, привередливый, не буду я ничего рекламировать, сейчас скажете на наше раздражение, и подсунула ему, так он в таком восторге был, он потом стал, так как он тоже сетевик, а сетевики молчать же не могут, он потом стал всем говорить, и амвэйщикам, и всем, кому нужно, говорит, вы свой, говорит, ваш гель для бритья, фигня полная, вот в Арифлейн действительно классный, у меня от него нет раздражения, только от него и вот от какого-то дорогого, поэтому вот такая вот реклама геля идет, очень классная, именно геля для бритья, вот, мужчины его любят, ну, а так, на любителя, потому что кто-то любит именно пенки, у них насыщенная, плотная система, консистенция, и как раз таки содержится тот нужный цинк, который нужен мужской кожи, и новая серия, вот у нас Саша Петрик рассказывал, что он в восторге от новой серии, которая сейчас представлена на картинке, что намного приятнее и по аромату, и вообще по своим свойствам стала серия Фомэн, Наташа, следующая, что там, что там еще есть, какие слайды, так что вот вам отзывы мужчин, а кстати, вот мой первый муж, он тоже пользовался гелем для бритья, ему очень нравился, даже вот уже после развода мы хорошо общались, иногда общаемся, он у нас заказывал, даже у моих девчонок потом заказывал гель для бритья, он настолько привык к нему, что он не вызывал раздражение, поэтому, друзья, рекомендую. Так, и бальзам после бритья, он действительно кожу еще больше смягчает, классные мужчины, кто пользовался, подтвердят, не буду останавливаться, Наташа вылетела, поэтому я слайды сама сейчас включу. И про уход за мужским телом. Вот у меня такой вопрос, Миша и Вова, скажите, пожалуйста, вы любите мыться? Да, я включаю. Такой вам вопрос на засыпку. так, вот, нашла. Молчат мужчины, а как же, это, наверное, мужчины Арифлейн. любите ли вы гели для душа? Или все-таки там, мыло, мочалка, мыло, душистое, полотенце пушистое? Наверное, не особо. Вот, спасибо за честность, Вов, потому что я заметила, все мужчины особо не любят гели для душа. Вот почему? Под настроение. То есть, иногда хочется, чтобы аромат был, да, перед женой пофорсить. Но, в основном, не особо. Вот, большая часть мужчин. Я, опять же, скажу, у меня вот сестра постоянно своего жениха заставляет, просто ему кучу гелей постоянно дарит, чтобы он использовал гели. Он все время гели пенится, ему не нравится. А перед кем, Вов, ты чего тут хочешь нам пропагандировать? Вот, в женском коллективе работать. Давайте про уход за телом. Может быть, после, сейчас семинара больше захочет мужчин пользоваться гелями для душа. Я вот скажу, фишки вы своим мужчинам расскажете, и они будут для вас всегда, всегда пахнуть вот классными гелями, потому что мы любим, для нас это вообще ароматы, это отдельная тема. Девчонки, вот напишите, вы любите, когда от вашего мужчины классно пахнет? Редко у кого какая-то аллергия или непереносимость мужских ароматов, вот они не любят. В основном, девчонки любят какой-то свежий аромат, когда ваш мужчина приходит, такой весь пахнет. Согласитесь со мной? На самом деле, уход за телом, он также нужен, и также нужен особый подход, особенно если мужчина вот страдает сильным потоотделением, у них есть вот эта вот фишка, тестостерон, мужиком, как говорят, пахнет. И сократить и укротить вот этот вот неприятный запах помогут гели для душа из мужских линий. Почему именно из мужских? Потому что они содержат в себе компоненты, которые используются в антиперспирантах. Вот в чем фишка. Вот тоже одна из фишек, которую вы можете сказать своим мужчинам, что именно в мужских гели для душа содержатся компоненты, которые содержатся аналогичнее в антиперспирантах. То есть это цинк или соль алюминия. Они уменьшают как раз-таки потовую железу и тем самым сокращается спотоотделение и убивается вот этот вот неприятный запах. Поэтому когда вы принимаете душ с гелем специальным мужским, которым вам подарила ваша любимая женщина, вы гораздо дольше будете благоухать свежестью без неприятного запаха. Но такие вот гели, они могут содержать ну обладать таким посушающим эффектом, поэтому если кожа сухая или чувствительная, есть мужчины с очень чувствительной кожей, то нужно после душа наносить какой-то крем для тела или молочко. Мне вот смешно, потому что не каждого мужчину заставишь намазать молочком, но если он только в тайне, чтобы никто не видел и не знал, либо любимая женщина нанесет сама этот крем, то есть можно еще фишку использовать вам для утех, то тоже будет классно. И у нас какая коллекция есть для мужского ухода? Есть классные для душа бразильское приключение. Бразильское приключение, название-то какое? Кстати, да, Бразилия такая классная страна, у меня вот Дима после посещения Бразилии, вот он из всех стран, где он был, для него Бразилия самое крутое путешествие, там эти джунгли, где-то они ходили, все вот это мужское такое, наверное, название поэтому такое. То есть здесь вот аромат шалфея, амбры, гравиолы, то есть очень классный аромат, и как раз таки он свежий, для всех подходит. Кто пользовался, напишите, кто пользовался мужчиной, Вова, Миша, напишите отзыв. Ну, и наша такая главная коллекция, это, конечно, так, что там, это серия Норт, да, Фомен, то есть эта серия здесь как раз таки содержится и тонизирующий шампунь для волос и тела, да, и есть мыло специальное мужское, вот, кстати, о мыле мужском почему-то вот ходит легенда и мужчины его больше любят. Я помню, я брату дарила, ну, еще там, друзьям дарила, мне постоянно его заказывали, его очень любят мужчины, вот именно мыло, поэтому имейте в виду, девочки. Также есть в этой серии еще гель для душа, тоже, наверное, дальше на слайдах, очень классный, и сейчас еще поговорим о антиперспирантах. То есть, смотрите, до мужской кожи подходят именно эти средства. Дезодорант, особенно спрей, то есть, антиперспирант, дезодорант, особенно спрей, он не убивает запах пота, он лишь перебивает его. Антиперспирант, он как раз-таки контролирует деятельность потовых желез, чтобы вот не допускать вот этого размножения бактерий, который вызывает запах. И еще одна фишка, которую можете себе там записать, пометить, записать в голову, что лучше всего наносить средство перед сном, потому что нескольких часов хватит, чтобы вот эти компоненты впитались в кожу и начали активную деятельность. А если используется антиперспирант утром, сразу после душа, за счет двигательной активности, вот все полезные вещества, они вымываются с потом, с потом не успев впитаться. Вот проэкспериментируйте мужчины, таким образом делать. И кстати, если вы уж задумали перед сном, да, заняться любовью со своей женщиной, то антиперспирант лучше использовать после процесса. Ну, опять же, понятно, выше я об этом сказала. Так что вот такие вот фишки антиперспиранта. Да, у нас вот есть такие мужские средства дезодоранты антиперспиранта. Вы теперь знаете, что подойдет именно вам, это нужно пробовать, сравнивать. Кто-то любит мужские, ой, мужские, шариковые, кто-то любит сухие, там, спреевые, то есть для, на любой вкус. Да, и как вы уже в ролике в самом начале увидели, что комплексный уход экологен антивазористов возрастной, он также легко подойдет нашим мужчинам. Ну и руководство компании, да, как раз нам показали, как это используется, прекрасно выглядит, поэтому мужчинам постарше можете предложить потрясающую серию на Ведж. Мне кажется, сегодняшний семинар, как я уже написала, можно очень круто сейчас использовать. Просто обращаться к мужчинам и когда они будут говорить это косметика, я ей не пользуюсь. Вы как выдадите информацию, как фишки расскажете, они скажут, это да, надо идти посмотреть, чего там в жизни не знаем, поэтому используйте информацию. Что еще? О, да, Наташа, молодец, еще добавила очень классную вещь, это wellness пэк для мужчин. для чего нужны вот эти витамины, потому что красота снаружи и красота внутри все взаимосвязано, если мужчина, как и женщина, неважно, внешне ухаживает за собой, но внутри питаются не пойми чем, да, то есть не хватает витаминов, минералов и так далее, то, конечно же, кожа, она будет показывать все это на виду, волосы, ногти, все это будет выглядеть не айс, также у мужчин, поэтому, чтобы еще краше выглядеть, используйте также wellness пэк, чем он отличается от женского wellness пэка, ну, кто не знает, наверное, все уже знают, они с содержанием селена, которая для мышечной силы, которая вот для именно их развитие очень хорошо помогает, в остальном практически одинаковый состав, то есть в женском больше железо-фолиевой кислоты для репродуктивной функции, а в мужском как раз-таки селена для тонуса мужского, активности, поэтому обязательно используйте wellness пэк, рекомендуйте мужчинам, потому что мужчины тоже хотят быть здоровыми, сильными, и опять же, о мужчинах, на примерах, как я могу сказать, у меня мой муж тоже пьет со мной вместе wellness пэк, из всех витаминов, как я говорю, много разных сетевых компаниях, и участвовал, и взаимодействовал просто, но выбрал наши витамины, это тоже очень круто, а мой бывший муж, он тоже, когда пил wellness, у него очень сильно иммунитет поднялся, это прям вот было у меня на глазах, потому что мы с ним раньше вдвоем были такие задохлики, ветер подул, сразу кашляем, и когда вот wellness пэк, он только вышел, тогда несколько лет назад, начали его применять, и он перестал болеть, то есть намного меньше там заражаться на работе, и я также, то есть мы прямо реально ощутили силу такую, поэтому он поверил в Reflame, тогда же все против были, мужчины обычно всегда против Reflame, которые не подготовлены ни в этой теме, Reflame это же плохо, вот, поэтому, друзья, рекомендую, ну и я помню, у нас Света Гагарина рассказывала, что муж у нее пьет wellness, и для роста волос у него там и шевелюра выросла, новая, да, то есть эффект очень классный, так что балуйтесь своих любимых мужчин и снаружи, и изнутри, красиво сказала, ну что, друзья, у нас все, я думаю, мы осветили тему мужскую, кстати, тот, кто задавал этот вопрос, не присутствует у нас на семинаре, но тема, я думаю, получилась очень классная, Наташа очень классно подготовила ее, спасибо, Наташа, молодец, классные слайды, информация, мы благодарим вас за внимание, балуйте своих мужчин, делитесь информацией, потихоньку приучайте к миру, красоты, потому что им это тоже нравится, ухаживайте потихоньку сами, и подтягивайте их, а Катя, а Катя сказала, говорит, Аня, говори ты, она сказала, Аня, гори, ну вот я горела и рассказывала, а Катя, давайте слово скажем, у тебя тоже есть, я тебе сейчас дам трубку, дам микрофон, ты расскажешь про своих мужчин, ты потому что всегда что-то рассказывала про туалетную воду, у тебя тоже Сережа такой брутальный мужчина, который не все признавал, даю микрофон, Катя? Ага, что? Привет, как меня слышно? Поставьте плюсики, пожалуйста, если меня слышно хорошо. Слышно? Так, еще румяне меня еще подслышат. Всем привет! Так, меня плохо видно, да? Отсвечивает. Ну, ладно, сейчас разъеду. У меня было видно. Вот так вот. Всем привет! Так, ну, вроде как про водички, да, мы не говорили, про уход все рассказали, а сейчас вот немножко про аромат тогда скажу. Вообще, у нас в семье, да, действительно, очень любят пользоваться туалетными водами, что мой муж, что мой папа, что слепор. Вот я расскажу про несколько водичек. Во-первых, я уже просто раз показывала вот эту водичку, это от Димы Билана, второй вариант, который из сайт Форд. Очень такой приятный аромат, очень нравится. Вот, кстати, я написала, что в выходные приходил друг к своей знакомой, вот, когда мой Сергей мимо прошел, вечер думала, я такая, ммм, говорю, зачем это так пахнет? Она так и тоже говорит, да, я тоже унюхала. А чем он у тебя пользуется? Я вот ей показала, говорю, вот эта водичка, серьезно, у меня вот так вот есть уливается, настолько, что от него прям пахнет очень сильно. Еще нам нравится, была просто в каталогах вот такая вот водичка инкогнито. Она недорогая, но такая достаточно... Друзья, как Катя выкатила, сейчас она перезайдет. Действительно, про водички это отдельная история, у нас очень классный парфюм, очень стойкий, надолго хватает, как говорят мужчины, и ароматы такие супермодные, поэтому вот, когда выходит новый аромат в каталоге, имейте в виду, что во многих домах, ну, так называют, у парфюма, ну, фирмы, да, есть обязательно вышел какой-то аромат вот с такими нотками, поэтому, если вы подарите какой-то вот новый, понравившийся вам аромат своему мужчине, знайте, что он будет не просто там классно пахнуть, но еще очень стильно, модно, потому что у ароматов тоже есть мода, тоже есть тенденции какие-то, поэтому, и, кстати, по цене, да, не всегда, вот, многие говорят, что вот если аромат, ну, дешево стоит, он не стойкий, вот точно знаю, что даже вот по мужским, я, честно, давно что-то не отслеживала, есть ли у нас сейчас аромат, как же он называется там, очень демократичный по цене, как-то тру, вот забыла, она же вылетела, стоит очень дешево, он как одеколон наносится, то есть без пшикалки, но он настолько стойкий, просто вот на целый день аромата хватает, он просто из-за такой вот дешевой упаковки, там ничего там, не стекло, а что-то как баночка, вот он, поэтому стоит намного, ну, дешевле, но сам аромат стойкий, поэтому если вы решили, ну, там, подарить там папе, мужчине своему аромат, и, ну, допустим, нет особо средств, пока нет, да, временно, то можете более дешевый аромат приобрести, но он не будет хуже качества, то есть еще вот такая вот фишка, где у нас Катя, совсем вылетела? Ага, у нее что-то там перегрелось, и выключился ком, ну, тогда будем завершать, да, шикарный класс-порт, очень, да, со скидкой 50% сейчас идет, какие акции на каталог, в каталоге по мужским ароматам вы сами напишите, если честно, не обращала внимания, и я еще раз всех благодарю за внимание, за активность, спасибо мужчинам, что присутствовали, участвовали в семинаре, желаю вам красоты, как всегда, красоты, любви к себе, любви к вашим мужчинам, и, конечно же, успеха, успеха в нашем проекте. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok